Добрый день! С одноколежником выплеснуть и расстрелять. Мы как привыкли, что все это не у нас. Однако все чаще такие инциденты случаются и в нашей стране, где, казалось бы, оружие куда строже хранится, но тем не менее. Да, собственно, даже не важно, не обязательно, в конце концов, когда именно расстреливают. Когда кого-то избили целые ватага, тоже ничего там хорошего нет. Мы хотим сегодня разобраться, что это. Это приметы 21 века, гримасы капитализма. Или такое было всегда. Да, вообще не только даже в советское время, а и при царе, что называется. Потому что, как сказал Воланд, люди не меняются. И не только он. Хочу представить гостей нашей студии. Это психолог Юрий Николаевич Рыльский. Добрый день. Это руководитель федерального проекта «Кибердружина» Николай Нагайцев. Добрый день. Это педагоги и психологи наших замечательных городских школ. Это Светлана Леонидовна Митрякина, завуч средней школы номер 4. Добрый день. Добрый день. И педагог-психолог средней школы номер 9, тоже областного центра, Яна Чевчан. Добрый день. Спасибо. Ну что ж, господа и дамы. Вот стрельба в Благовещенске среди причин, говорят, так называемый сейчас буллинг. Такое сейчас новое словечко. Мои коллеги активно внедряют сознание граждан. Попросто говорят «травля». Вот скажите, вот интересно, травля может вообще довести до такого состояния человека? Когда кого-то в классе травят одноклассники, да, может даже не только одноклассники, он там, не знаю, там, он лох, он всех сдал за то, что все домашнее здание не сделали, тому подобное. Может вообще, на ваш взгляд? Может, конечно, довести любого можно. До такого прям. Ну, чтобы расстрелял всех? Да. Ну, это надо постараться. Ну, это должно быть не один день, это должно копиться дома. И навряд ли, ну, бывают такие случаи, но, как правило, знаете, вот идешь по коридору школы, они же все как на ладони, их видно. Видно, у кого какое настроение сегодня. Ну, если ты, конечно, смотришь по сторонам на детей, видно, что сегодня там Петя какой-то не такой. Ну, это копится, копится, это накопительно. Это не вчера тебя там подразнили, ты завтра пришел с обрезом. Это обычно все накопительный характер имеет. Ну, то есть, из-за того, чтобы прям так вот. Надо долго доводить. Юрий, вы что думаете? Ну, если о причинах, то они внутри этого подростка. А все, что снаружи, это может быть триггерами, конечно. И вот его... То есть, травля всего лишь стала триггером, с мужским крючком. Видите, какая вещь. Вот смотрите, получается, как. Ведь среда формирует поведение человека. Вот в этой среде он живет, и в этой среде он находит какие-то формы поведения. Вот посмотрите, как получается. Я вот искал, девочки участвуют в этих расстрелах или нет. Оказывается, одни мальчики. Это либо подростки, там, лет с 14-13, юноши, там, молодые люди. Ну, где-то до 20-21, может, чуть старше, если учебное заведение рассматривать. То есть, это какая-то форма мужского поведения, вот такая крайняя, да. А подростку где-то же надо учиться мужскому поведению, если это мальчик. И он учится в той среде, где он живет. Семья тоже среда. Значит, школа тоже среда. Сверстники с их поведением, это тоже среда. Ему надо где-то, значит, себя каким-то образом там в этой среде позиционировать и защищать. И где вот ему все это дело брать. Не обязательно, что вот вас довели, там, до отчаяния, до обид, вы пойдете кого-то расстреливать. Кто-то, значит, будет терпеть, кто-то найдет способ адаптации, а кто-то вот так. И тут надо смотреть, значит, вот как он устроен. Вот действительно, Яна говорит, что мы можем видеть настроение человека, подростка. Конечно, видно, он же не может его скрыть. А вот что из этого настроения выйдет? Будет он стрелять или нет? Это никому неизвестно. Что там будет происходить? Поэтому здесь вопрос как бы шире. Довели тебя, и ты, значит, потенциально опасен. Надо выяснять, а как вот он устроен? Что дальше? Где он научился этой стрельбе? Или где он узнал, что так можно справиться с ситуацией? Телевидение. Постоянные новости из самых американских школ. Да, действительно. Случаи в Керчи. Случаи в Керчи. Случаи в Керчи. Парень готовился к этому долго, тщательно, кстати, самостоятельно. Вроде как все и сделал. Вот внутри него что-то происходит, а как с этим справиться, он находит как раз вот на улице, телевидение, в интернете. А где еще бы мог он найти, как справиться с этим своим состоянием? Ну, пожалуй, нигде в данный момент. Почему? В семье мог бы найти. В семье с близкими. В близкими. Если есть. Ну, а тем же сам это возьмем ружье и расстрелять, что ли? Нет, нравится ситуация. Если есть с кем это. В школе в той же он мог бы найти, в каком-то обществе, если оно существует, где он мог бы, так сказать, куда-то свои семьи. Сейчас все общество в том самом интернете существует. Ну, так что же, там могут быть альтернативы какие-то, которые будут интересны. А сейчас вот герои, как раз те самые антигерои. Вот пустота такая, понимаете, есть. Для этого человека. И он находит способ вот такого выражения. С учетом его особенностей, там, развития вот в этом возрасте, в подростковом или юношеском, когда физических сил много, а самоконтроль маленький, настроение изменчивое. У меня тоже должен быть самоконтроль. У меня коллеги подскажут. У нас сейчас будет реклама, буквально три минуты. Зрители, не переключаясь, мы сегодня говорим о насилии в школах. Звоните в телефону, 300-190 высказывает свое мнение. Пока буквально несколько минут рекламы. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Сегодня мы говорим о жестокости в школах. Благовещенский ученик одного из колледжей расстрелял, соответственно, однокашников. И такие случаи мы все видим все чаще и чаще. Так вот, Юрий, что, среда все-таки заела? Какая классика? Бытие определяет сознание. Среда, в которой живет человек, заставляет его выстраивать поведение. А в подростковом возрасте у молодых людей еще не сформирована роль взрослого. И как себя вести? И что там, собственно говоря, предстоит ему делать? Он туманно представляет все время. В состоянии поиска, тревоги какой-то, беспокойствия. Как я выгляжу, что происходит? Вот на этом фоне, когда человек живет в таком напряжении, любые попытки давления на него, любые попытки обид, унижения, целые обряды в субкультуре существуют в такой детско-подростковой. И школа, там это может быть школа. Место опасных, как выясняется. Видите, сколько стрелков. Все это предъявляет ему требования. Что с этим делать? И вот где он этому может учиться? В принципе, конечно, он мог бы какую-то практику получать в этой семье. Ну где он в своем мужском поведении может научиться? Это в контакте с папой, с родителями. Вот есть у папы время на все это? Или его нет, или он в контакт этот формальный. Ведь мужскую линию поведения ребенок копирует с папой. Занят он ребенком, может он им заниматься? Или это все-таки формальное общение? Мало того, принят ли ребенок? Папа может соперничать с ребенком, и он может быть не очень-то любимым. Или его все время как-то отодвигают, не интересуются. Ему моралью интересуются. Там лекции читают, беседы дома о поведении. А что там с душой ребенка? Как правило, эта штука вот за бортом. И тогда, да, он же и считает невыносимо, тяжело ему. И он находит ту среду, где есть ответ. И молотого кумира, наверное, существует, и герои. Вот если мы с вами послушаем объяснение, что, собственно говоря, происходит. Владимир Владимирович говорил, что дело в глобализации. Значит, органы, расследующие все эти преступления по школам, говорят, да, существует такая опасность. И она связана с националистическими движениями, с нацистскими движениями, с различными криминальными движениями, к которым подросток может присоединяться в том же интернете, исповедовать эти вот какие-то культы. Но это не всегда бывает. Так или иначе, когда мы видим с вами преступление в школе, то речь идет о каком-то протесте. О каком-то мщении. О каком-то, значит, поиске справедливости. До политических акций дело доходит. То есть ребенок заявляет во весь голос, он кричит, подросток или кто-то, что вот что-то такое происходит, что он совершенно не может переваривать. И дело доходит до крайней стены. Николай, вот вы кибердружина, ваш проект занимается тем, что как бы сколько может в меру ваших сил. Ну, ограждает, я не знаю, подрастающее поколение от вот такого, может быть, выплеска как-то, ну, в том числе путем, не знаю, блокирования, да, наверное, вот этих сайтов. Скажите, вы вот хорошо знаете этот мир компьютерных игр. Сейчас ведь одна из теорий, что дети насмотрели всех этих, наигрались, лазер-контрол-страйки, вот это все, всевозможные доты и так далее. И они настолько, ну, срастаются с компьютерным миром, что они теряют реальность и как часто, по крайней мере, так убеждают, что дети начинают путать реальную жизнь с виртуальной. То есть, они думают, что это тоже чуть ли не такая компьютерная игра, взял и настрелял. Скажите, вот так это или это все-таки досужие домыслы тех, кто на самом деле в этом не очень разбирается? Ну, я как бы встану на сторону защиты, наверное, компьютерного мира, потому что здесь все валить на компьютерный мир, как и на школу или еще куда-то, ну, не совсем целесообразно. И художественные фильмы. Ну, и художественные фильмы, да, это неправильно, потому что изначально, как было правильно сказано, это в самом ребенке заложено где-то какой-то определенный. Потому что в игры играют, если взять те же самые стрелялки, это довольно-таки сейчас популярные игры, и в них играет практически 90% населения всей планеты, и даже девчонки играют. Ну, очень. Играют и пенсионеры. Те же самые танки, те же самые стрелялки, это одна из популярных игр среди именно взрослого населения. Поэтому стрелялки и пулялки, они довольно-таки популярный жанр, так как идет и выплеск на улицу, если бы теория была бы верна, да, что после стрелялок можно выйти и стрелять, то у нас тогда бы тут каждый бы стрелял, пулял налево-направо. Пенсионеры не будем трогать, кто-то скажет, или взрослых людей, у них же сформировалась психика, давайте брать подростков. Ну, недавно раз в полиции, вот недавно, как раз вчера по новостям было, пенсионер ножом пырнул, убил человека, сдался в полицию. Ну, это со мной, это уже психологически в человеке где-то заложено. Он просто, играл он в эти игры, не играл он в эти игры, в 90-х годах не было этих игр. Ну, они только начинали, они настолько примитивны были в таком формате. Есть одна из теорий, что стрелялки были специально созданы спецслужбами американскими для того, чтобы тренировать спецназ американский, чтобы преодолеть барьер убийства. Потому что человеку убить себе подобно очень довольно-таки тяжело. Чтобы этот барьер снять, придумали эти игры. На самом деле, игры-то не оправдали, даже провалилась практика, их выпустили просто в игровую индустрию, потому что это стало степенью зарабатывания денег. Потому что уже понятно, что над одними играми ты дал поиграть, и он тебя завтра на войну закинул, он уже не сможет воевать, как там в тот же самый, да, как там в этих контрстрайках или дотах, да, там он не может тактику какую-то вырабатывать. Это да, но вы согласны, вот как раз, что тем не менее, игра в такую вот игрушку, она действительно, вот этот порог позволяет, если не полностью ликвидировать, то в значительной степени принести, когда надо нажать на курок и убить человека. Вы согласны с этим? Да нет, наверное, не согласен, потому что порог снижения, да, вот я играю сам в эти, вот эти, которые первые, одни из первых вот этих убийств, которые произошло в России, ссылались на игру как раз Counter-Strike и Postal игру. Банда GTA, помните, тоже, дескать, они насмотрелись этой игры в GTA, и это тоже, в том числе, вдохновило, вот тоже, к слову говоря, уже взрослые вполне люди. GTA была взята просто за основу, как название просто модной какой-то движухи. Это любая банда себя называет, без разницы, как она называет. Не было бы от этой игры GTA, они бы назвали себя по-другому как-то. Банда Dota. Ну, банда Dota, да. Ну, суть, они просто сколотили банду. Банды всегда были, есть и будут, и от них никуда не избавиться. Они вот формируются с малолетства, да, там, и во взрослом периоде жизни бывают какие-то. Что приводит к этому, это уже другая причина, это, наверное, больше к психологам, да, надо вопрос задавать, что... Ну, как говори про игры. Про игры, конкретно про игры, скажу дальше, вот, если брать за основу, что виноваты игры, 90% не виноваты. Соцсети больше вреда приносят, нежели игры. Посмотрим, те же самые синие киты, принесли больше ущерба, когда всколеснулась волна синих китов и запустили в сеть. Она принесла больше вреда, нежели чем эти игры, которые идут уже годами, откатанные, проигранные. Вреда, как от таковых игр. Еще единственное, что игры могут принести нам в реальную жизнь проблему, это игры-гонки. Типа, помните, раньше были стритрейсерские гонки. Сейчас молодежь просто это перекачивает и гоняет в городах. Но гоняет не из-за того, что это, как бы, модно. Сейчас игровая индустрия уже маленько уж уходит от этого. Они, если заметили, да, игры уже уличных гонок, как бы, убирают на треки. Для того, что стало более опасно, опасно для тех самих же самых изобретателей и тех, кто пытается как-то контролировать и чем-то управлять, да, там. Уже можно на улице случайно попасть под колеса автомобиля из-за таких малолетних стритрейсеров. Поэтому гонки, единственное, можно сказать. На ваш взгляд, гонки могут как раз так спровоцировать на такую агрессивную индустрию. А контрол-страйк не может на агрессивное поведение. Ну, если ты хотя бы, может быть, не ружье разрядишь, но просто кому-то учишь, что не так, сразу по лицу зарядишь. Здесь маленькая другая психология. Здесь вот разружить ружье, это уже ты 100% уверен, что это будет летальный исход. По ногам может стрелять. Ну, по ногам, ну, когда идешь с ружьем или с ножом, ты уже настроен на то, что принести его вред до летального исхода. Он уже на это настроен. Сесть за руль и попасть в ДТП у них мало откладывается в голову, что это можно на дороге попасть. Они считают, что они на смотревшихся игр наигрались. Они могут также управлять. Да, и что, которые игры в реальной жизни и игры в виртуальной жизни очень похожи физикой. На самом деле, игр, которые с реальной физикой, управления, очень мало. И попадая на реальные дорожные условия, по сухому асфальту они как-то там управляются, на легком там льду управляются. А когда контроль теряется, они уже просто не знают, что делать. И, как правило, плохо происходит ДТП. На это они не рассчитывают. Поэтому они и переносят в реальной жизни гонки. Потому что для них гонки более безопасны. Они все-таки в капсуле защитны. Они считают, что они спрятаны за железным коробом. И у них меньше шансов принести вред. Здесь они рассматривают вред себе. А когда идут на убийство, ну, с ножом или стволом, они уже рассчитывают вред другому принести. Здесь маленькие разные грани. И поэтому они не боятся переносить гонки на дорогу, а боятся переносить ружье в реальную жизнь. Потому что это реально сложно сделать. Ну, человеку вот так вот взять, просто сейчас спонтанно достать пистолет и начинать стрелять. Это надо психологически быть готовым к этому. Этот барьер преодолеть надо. Это надо быть психологически расставленным. Ну, или, да, совсем сломленным. Ну, вот именно та проблема, что мы не можем исключать людей акцентуированных, людей, которых очень легко сподвигнуть на это. То есть буквально какой-то средовой фактор, и он будет действительно спусковым крючком. То есть, ну, мало того, у него предрасположенность, да, какая-то наследственность. Ведь мы знаем, что криминальное поведение и суицидальное поведение, оно наследственное в том числе, как это выяснили недавно. Ну, не так давно. То есть гены? Да, на самом деле, да. То есть, как помните, опять-таки, у классика Преображенский Клим Чугункин? Ну, я говорю своим ребятам так, когда мы говорим про половое поведение и про школу молодой семьи уже старшеклассницам и старшеклассникам, я всегда говорю так, всегда думайте, от кого вы хотите рожать детей. Потому что характер – вещь наследственная. И возвращаясь к тому, что есть дети, которые предрасположены. Допустим, достаточно было, я даже читала, по-моему, признание какого-то игромана, который говорит, перехожу дорогу. Я понял, что мне пора остановиться, когда я переходил дорогу, увидел, что на меня летит машина, и первая мысль была не убежать, а, блин, я же не сохранился. И вот так вот идет. Вопрос. Я говорю, что все такие, есть предрасположенные люди. Не у всех понадобятся. Ну, это опять же не сохранилось, это, опять же, психологически какое-то изначально у него было заложено, как правильно было сказано, на уровне ДНК. Я и говорю, ну, может, не ДНК, может быть, это и приобретенные заболевания различные есть, или просто акцентуация, да, у ребенка там сильная какая-то, уклон в какой-то, ну, застревающий тип, или какой-то еще. Есть люди, которых, вот, почему я против, ну, не то, что против, я считаю, что нехорошо вот это вот, то, что СМИ выливает на детей у нас со всех просто окон. Хочешь, не хочешь, ты это смотришь, видишь. Что именно выливает? СМИ много чего выливает. Правда, с погодой неверно тоже СМИ выливает. Что именно конкретизируете? Агрессию и жестокость именно, она ее транслирует, пропагандирует. Те же самые, помните, было модно, был сериал «Бригада». Очень модно было подражать Саше Белому и так далее. И что там говорить далеко, я про себя могу сказать. Эти выходные, я один выходной осталась в дом, плохо себя чувствовала. И по одному из каналов, вот, с утра до вечера показывали сериал, криминальный, детективный сериал. Ну, я волей-неволей... Я знаю, это наши коллеги из Петербурга, они любят зарядить сериал, они любят другого контента, нету, да-да-да, наверное. Вот, и волей-неволей я его смотрела. Я вообще телевизор не смотрю, я никому не советую, наверное. Но там мало чего хорошего, сейчас нужно... Сейчас молодое поколение в основном не смотрит телевизор. Практически никто не смотрит. Телевизор в телефоне, вся информация, которая нужна, они получают ее из интернета. Телефон неудобно в этом маленьком экранчике, но... Ну, вот, я его насмотрелась, но подсознать... И вам захотелось? Нет, я ночью проснулась от кошмара, потому что мне приснилось, насмотрелось, мне давно не снятся вот такие кошмарные вещи. Мне приснилось какой-то, ну, можно было фильм снимать, то, что мне приснилось. Я к тому, что даже вот я вроде здоровый, да, психолог? Да, а как это действует на подсознание? А если это ребенок, который еще... Со слабой психикой, которая еще не сформирована. Да, личность не сформирована еще. И плюс к тому же предрасположенный, там много не надо на самом деле. Часто бывает. Но я не говорю, что во всем виноваты там это, это или это. Как правило, это несколько факторов, да, вместе. Ну, все равно у нас информация, которую он смотрит. Раньше цензура была, у нас все было замечательно. И она у нас сейчас оказывается. Просто не там динамо. Ну, не настолько. И не там. Это вы мало смираете. Ну, цензура тоже вещь такая довольно-таки разносительная. Тут можно направить цензуру, вон сейчас, ЛГБТ-сообщество у них за границей, это нормальная цензура. Для нас пока еще даже непонятные рамки какие, запретить его или оставить его в этой. И периодически крутятся. Ну, как бы, цензура есть, да, вроде как бы. Они крутят. Если нам такую сейчас цензуру скажут, что это нормально, и начнут крутить, то, соответственно, у нас там лет через 10 уже это будет в норме. А нужно ли это нашему обществу или не нужно, это другой вопрос. Ну, действительно, образовательных программ у нас в разы меньше, чем развлекательных, причем пропагандирующих агрессивное поведение. Ну, вы же люди слышали образование, вы же знаете, что веками народу в любой стране, там, не знаю, от Древнего Рима до Руси и Матушки, хотелось развлекаться, образовываться мало кому хотелось. Такой слой аристократов только, и то не все. А народ во все времена был, сейчас смотрят там, не знаю, там, Дом-2 там или сериал. Раньше шли на ярмарку, смотрели представление дешевое с петрушкой, и тут же в кабаке остаграммятся. И раньше народу это было не нужно, и сейчас ничего не поменялось. Но СМИ очень влияет, мы можем влиять. А вот вы скажите, как раз тоже, мы с журналистами много дискутируем, стоит ли это не стоит, так называемое заблёривание, то есть замазывание, к примеру, когда показывают репортаж из Сирии, там, война, там, тела погибших и так далее, нужно, не нужно, вот, на ваш взгляд, это все-таки тот самый шаг, когда СМИ себя в нужных рамках держат, или это не влияет, на самом деле, как раз трансляция жестокости и так далее. Ну, потому что мы с журналистами говорим, что, если у тебя репортаж с войны, как-то не показывают, соответственно, трупы и так далее, потому что войны в этих не бывает. И, как все время говорят, если не показывают все жестокости войны, человек до конца не помнит, что это ужасно. Человек будет, как раз, воспринимать, что это какая-то компьютерная игрушка. На ваш взгляд, нужно это или не нужно делать на ужин? Ну, можно показать, что там трупы, но не обязательно же крупным планом снимать. Крупные, я согласен, да, крупные прям тоже, я согласен, не надо. Но показывать, что люди умрают, ведь раньше очень часто в деревнях брали на похороны детей, чтобы они видели конечность жизни. Иначе для них это хоккейль сказки. Но сейчас больше такая тенденция, что я не хочу травмировать своего ребенка, пусть он не будет на похоронах. И, на самом деле, он не понимает конечность жизни, что это не так страшно, что все умирают, в том плане, чтобы он не боялся этого, как, я не знаю, я никогда не хочу умирать, и доходит до чего-то этого. Но очень многие прям заранее говорили, там, доченька моя, вот там у нас в сенях наверху где-то гроб, вот там чистые вещи, я умру, похорони меня. Но, опять-таки, тоже у нас там получается, мы, как себе, немножко сейчас в ходе разговора противоречим. Мы говорим, что СМИ калечат потоком жестокости подростков, но сами же говорят, что подростки нас не смотрят. Так мы калечим их или нет? Или они смотрят? А что, в интернете нет? Ну, как таковое СМИ, это для подростков, для молодежи, ну, это, может, там, до 12-13 лет, пока они смотрят там мультики, смешарики, все вот это. Это вы, это ваша публика. Да. Все, что с нашей... То есть нас сейчас смотрят дети? Ну, здесь сейчас нас может быть... Какие смешарики странные сидят в студии, наверное, улыбаются даже. После 30-ти уже смотрят, уже ваши. А вот этот промежуток... То есть вот не калечим никого. С 14-ти до 30-ти промежуток выпал. Они сидят в интернете, им не интересно. Значит, мы не виноваты, зря вы на нас будучи птицы. Ну, говорите, СМИ, это же и журналы, и интернет, и телевидение. Здесь сказано по-другому. Родители смотрят телевидение, как было сказано, да, а дети, даже сидя в телефоне, подсознательно записывают корочку, которую они слышат. Они в фоновом режиме принимают... А у нас мозг в фоновом режиме может информацию больше принять, чем мы в основном режиме работаем. Да, мы сейчас примем короткую информацию по рекламе. Не переключаясь, телефон 3 со 190. Говорим о жестокости к школе, о счастье у учеников, да вообще среди молодежи. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о жестокости в учебных заведениях нашей страны. К нам тоже американская болезнь перекинулась. Вот на той неделе в Благовещенске расстреляли, в колледже. Мы уже помним все трагедии в Керчи, в нашем замечательном крымском городе. Хорошо. Допустим, хотя тоже мы как-то не пришли к мнению, кто калечит наших подростков. Получается, Николай за компьютерщиков говорит, что мы нет компьютерной игры. Яна сначала вроде бы сказал, что СМИ, а значит мы журналисты. Потом тут же Николай парировал, да они нас не смотрят, значит и мы их не калечим. Кто же их калечит, получается, так портит, кто на них так вредно влияет, если не компьютерные игры и не мы средства массовой информации. Ну что, может быть в кино все ходят на всех этих Халков, все эти миры Марвелов. Там тоже друг другу голову-то отрывают. Если мы с вами вернемся чуть-чуть назад к наследственности, то наследственность, наверное, точно определяет уровень агрессивности. Все зависит от напряжения, вот инстинкта самосохранения. У кого-то он высокий, а у кого-то он не очень высокий. Но в школах, в преступлениях участвуют дети с разным уровнем. Есть дети, которые сами хулиганы, а есть дети очень тихие, на которых никто никогда не думал. Понимаете, вот этот вот уровень агрессивности внутри, он в течение воспитания каким-то образом куда-то направляется. Мы можем сделать очень многое, ведь агрессия сама по себе, ее можно использовать очень, так сказать, позитивно. Вот спортивное достижение там, это много. Направить, да, на какие-то коллективные совместные действия можно направить. И все дело в том, кто этим занимается в среде. Понимаете, дело не в том, что там телевидение или там интернет колечит. Телевидение, интернет деньги зарабатывает и покупается то, что вот в контенте, так сказать, спросом пользуется. А если у вас это есть внутри, то, конечно, вы будете пользоваться спросом, там, стрелялки, вот что-то еще. Важно, что-то еще есть, как справиться с этой агрессивностью. Вот программы такие неинтересные, а почему бы их не сделать интересными, тоже игровыми. Вот как с этим справиться? Кто-то занимается подростками, вот действительно серьезно и по многу, и вкладывается в это. Каким образом их научить? И каким образом этот переход от детства во взрослую жизнь, а именно там все и происходит, сделать менее опасным, да? И каким-то образом вот с этой агрессивностью научить справляться? Что же с ней делать, когда тебя обижают постоянно? Мало того, в детстве ведь обижают действительно жестоко. Да. Дети самористовывают, я в этом твердо убежден. Один-то момент связан с тем, а как тебе себя вести, а другой-то момент, а можешь ли ты обижать другого? Вот это достойное поведение мальчика, например, или девочки, и вот что такое достоинство? Вот как с этим заниматься? Это же тоже вопрос о воспитании. Вот красит тебя это или нет? Вот сильный человек, он будет это делать или не будет это делать? Творец дрожащий или правый? Да, каждый по-своему это понимает. Если ты можешь, значит, и сильный, сказал Раскольников. Вы понимаете, какая штука? Ведь задача взрослых людей – это сопроводить детей туда, во взрослую жизнь. Ведь ребенок же не имеет никаких навыков. Мало того, он растет и их приобретает. И у него единственный способ чему-то научиться – это обратиться к опыту взрослых. А если взрослые самоустранились, он сам находит. Он находит тех самых героев, которые антигерои, да, вот ссылаются на бойню 99-го года в Штаты. И часть вот этих вот преступлений в школе связаны с этим. Подростки специально ищут, как это сделать. Находят и лозунги те же. Не все, но есть такие. И понимаете, ведь ребенок интенсивно ищет выход. И он находит героев там, где их могло бы не быть. Вот как с этими героями заниматься? Ведь кто это будет делать-то? Ну, это же задача того же самого социального общества. Дети ведь часть этого общества. И общество их формирует. Но у них есть ответственность за это? Они в это деньги вкладывают? Они всерьез этим занимаются или нет? Вот что мы можем добавить в этот контент телевизионный или же интернет? Есть там эти программы? Красивые, интересно сделанные, захватывающие. Есть, я могу добавить по этому. Да, вот может быть они есть. По поводу интересных программ, захватывающих. Очень много есть интересных программ. Есть такая программа «Контрустрайк», да? Нет, очень много есть программ. Они также в интернете транслируются и по физике, и по химии, по любым опытам. Даже есть наш замечательный какой-то там преподаватель, не помню. Он в интернете детям преподает уроки. Бесплатно, просто ради того, чтобы преподавать. Ему просто нравится этот человек, заинтересован в своей профессии. И он преподает. И к нему у него стопроцентная посещаемость, у него прогулов нет. Это вопрос уже именно, где найти нам столько учителей, которые будут направлены, чтобы к ним ходили. И у нас не будет, да. Проблема специалистов. Не то, что прям специалистов-специалистов. Специалистов много есть, которые умеют преподнести материал, которые не умеют. Мы вот занимаемся информационной безопасностью. Куча лекций были. Ездим на всякие форумы, где люди выступают по нашей тематике. Из 100% вот этих выступающих, да, там, ну, может, один-два человека, там, кто-то интересно заведет публику, кто будет интересно. Все информацию так понимают, да, то, что слушают. И слушают просто. Прочитали лекцию, прослушали, для галочки, все, разошлись, разбежались. Один-два человека, которые зайдут, действительно заинтересуют. Из которых потом вырастают фанаты вот этого дела, да, дальше растут. Которые также могут нести куда-то дальше. У нас очень мало, очень маленькая процента вот этих единиц. Их, они разбросаны настолько, хотя сейчас интернет позволяет их объединять и делать более мощные. Но есть другие проблемы. Взять по то, что спорт, да, развивать молодежь. Если берем ту же самую Москву, там, пожалуйста, куча секций бесплатных. Занимайся чем хочешь, иностранные, любые, у тебя есть секции бесплатные. Возьмем наш город, да. У нас развиваться... Или маленький районный центр. Ну, про маленький районный центр там вообще говорят. Там, если только единственные фанаты, которые там полностью вкладывают свои денежные средства, которые полностью на свои деньги там делают, независимо от государства, да, сами хотят просто, чтобы у них росли и остались населения. Люди, они вкладывают. Получается, повезло, не повезло. Да. Поэтому у нас тот же самый спорт, он у нас ограничен. Почему у нас в областях очень сильно, да, то эти оффники развиты, да, вот эти все около футбольщики. Да потому что пойти заниматься в секцию, это надо денежные средства. Заплатить там 2-3 тысячи рублей за 4 занятия в неделю, для спортсмена 4 занятия в неделю, это не спорт. Это так, просто выкинул деньги. Чтобы заниматься, это надо ходить каждый день, заниматься, тренироваться. Тогда они становятся фанатами, тогда они занимаются уже спортом, они занимаются уличными боями на улице. Да, поэтому нужно просто, если мы хотим, это надо менять просто внутреннюю политику и делать полностью акцент на развитие молодежи. На развитие молодежи вкладывать, открывать бесплатные секции, возвращаться, грубо говоря, возвращаться в СССР. Что было? Да. На энтузиазме, да, сейчас много. На энтузиазме очень мало. В СССР. В социальном обществе. В социальном, да. Которое будет заинтересовано в развитии не коммерции, а именно в развитии каких-то панц... Хотя бы до 18 лет... До определенного возраста. До 18 лет на полное обеспечение государства, которое вот тебе хочешь, занимайся. Тот же самый Китай. У него знакомый ездил в Китай. У них очень классно сделано. Он говорит, я приехал, я просто турист, да, там вот жил, он учился. Он говорит, я могу посещать любую секцию, ничего не платя. У них все секции бесплатные. Вот мы ходим, и он говорит, и такомадо позанимался, и тайским боксом позанимался. Вот я, говорит, побегал, понаходил себя, нашел свой спорт, нашел свое дело, занимаюсь, все. Там люди на добровольных началах, вот они занимаются, собираются, занимаются. В чем проблема у нас организовать? У нас платные структуры есть, но не каждый гораст платить. Сейчас цены растут, зарплата выше не становится. Меня радует... Вернулись в Советский Союз. В Советском Союзе были детские спортивные школы. Абсолютно бесплатно, любая секция. Причем спонсировалась, ну, скажем, уже тогда спонсировалась все соревнования. Никогда дети не тратили ни рубля, чтобы поехать куда-то, неважно, куда на соревнования. Это было полностью на гособеспечение. Слава Леонидовна, ну, вот как раз, если еще раз вернусь в Советский Союз, говоря о возвращении жестокой школе, травля, ну, едва ли можно сказать, что это приметы нынешнего времени, но все мы помним фильм «Чучело», снятый в начале 80-х. Ровно про это же самое. Просто, наверное, если бы героиня Кристина Арбакайте жила в 2019 году, она, наверное, у своего дедушки взяла либо топор, либо ствол и расстреляла бы этих негодяев, которые были негодяями. А там, помните, они вынуждены бежать из города, который был городом Калинином. Вот, то есть, скажите, а вот вы из вашего опыта, может быть, не в вашей школе, вам рассказывали, было такое в советское время, когда кто-то взял ружье у папы, а ружье у папы в советское время хранилось не как сейчас. Никакий Сеев лежал просто на антресоле, как у моего. Я лично всегда, естественно, при желании, но у меня хватало, ума не брать, но мог взять теоретически. Но я, конечно, так не делал, но тем не менее. То есть, в советское время оружие, как раз, было более доступно, отцы охотники и так далее. Мыслей такой не было ни у кого, просто не возникало. Когда молоденькая девочка пришла, и там кто-то рассказал байки, а вот там в 73-м году в такой-то школе. Ну нет, такого не было. Не слышали вы таких случаев, да? Нет, конечно, такого не было. Никогда. А почему, вот смотрите, опять-таки, вы же педагоги, ну, Яна, вы молодой педагог, вы со стажем. Казалось бы, опять-таки, мы уже тоже решили все и так знаем, что дети, люди, во-первых, не меняются никогда, ни времена, не знаю, Хамурапи, ни времена Горбачева, ни сейчас, во-первых. Во-вторых, дети, соответственно, всегда были жестоки. И травили, я думаю, всегда приблизительно одинаково. Ну, раньше еще больше травили. Вы вспомните, очки одел, затравили. Да, очкарик вообще. Навысо подстригся. Да, да, да. Сейчас на это никто не обращает внимания. И били иногда, согласитесь, и били. Я сам помню, в моей школе, я совсем был маленький, я слушал случай, там, одного у нас одноклассника, ну, не одноклассника, у меня старший был, избили, причем тупо за то, что, я так понимаю, из зависти, что он очень умный. Хорошо говорят, вот так вот. А вообще избили, вот, то есть было же. Ну, почему тогда вот этому избитому, извините, вешал к тому, вы ответите, не приходило, ну, сильно избили, так, унижен, тебя там, не знаю, покалечили буквально, взять, если не ствол, нож и наказать. Вот почему тогда не приходило в голову вот так вот повести себя? А мне кажется, было отношение в семье к этому другу, отношение родителей. Прививалось другое. Совершенно другие, да, идеи были, говорилось о другом. Никогда не говорили ребенку, что тебя обидели, иди, сделай то же самое, сделай еще хуже. А я думаю, сейчас многие говорят. Да, дачи говорят, прям родители, да, сразу бей. А еще некоторые говорят, бей первый, чтобы тебе... Чтобы. Прямо наши родители, да. Вы в вашей работе сталкивались? Да, я могу сказать, я, мы, школа транслирует одно, сначала попробуй договориться, выяснить свою позицию, четко заявить, четко, но без рукоприказства. Если человек не понимает, там уже по-другому разбираешься, и ты целую там схему ему объясняешь. То есть не надо в рукопашную сразу, если ты человек, у тебя есть язык. Ты можешь, если это в школе, у тебя есть учителя, ты можешь поставить блок. Ну, Алексей, вы же сама новая девочка, были не мальчиком, но у пацанов, что называется, ну, есть такой пацан, что называется, этикет. Если не за дачи, ты испугался, значит, ты не буду, ладно, разусла опыта. Если ты развернулся, ушел, поджал хвост, да. Да нет, Ян, поймите, ну, ушел, ушел, уйти можно красиво, все, другим, но все равно, Николай, вы тоже учились в школе, но уж помните, если даже тебе дали по лицу, подожди, друг, давай договоримся, все равно все подумают, а, испугался. Да не было этого, не так надо говорить, подожди. Да не так не бывает, если ты получил первым по лицу, как правило, пацан старается... Нет, ну, вы рассматриваете со стороны именно девушек, да, там, ну, хотя у нас в школе были драки, и девушки дрались, девушки дерутся более жестоко, чем пацаны. Да, не умело, но жестоко. Они жестоко дерутся, да, там, и крови больше, и волосы в разные стороны. Да, 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 и как раз попинать лежащие... Как-то мы по-другому относились, правильно? Подрались, разобрались и разошлись. Просто раньше было маленькое отношение к сильному, это не тот, кто подошел и дал первое, а тот, кто умеет отдать опыта. Даже не вынимая рук из кармана. Вот я в армии служил, мне сказали, если ты строишь, то строи так, чтобы не вынимал руки из кармана. Если ты вынул руки из кармана, ты уже проиграл, ты морально схватил. Это хорошая армия такая была, наверное. Ну, там, бездовщина была, но просто смысл в том, что ты должен сильным быть, показать себя сильным, не прикладывая руки к этому. Если ты руки приложил, ты уже проиграл, потому что ты уже пошел на поводу... Это какой идеалистический, хороший, но во многом идеалистический. Вы знаете, можно как ответить, что тебе не придется руку просто? По боевым искусствам, они именно так и тренируют. Я знаю, да, да. И если ты применил рукопашку на улице, тебя из секции хорошие выгнят. Почему у нас сейчас проблемы... Почему сейчас у нас проблемы вылезли? Вот эти все ММА, которые делаются на улице, убийство было, их даже не выгоняют даже с акции вот эта ММА. Вот футболисты наши подрались, их куда? Сейчас отсидели, выгодят, киньте клубы, пойдут. И вот это уже идеология пропала, уже смысл пропадает. Молодежь смотрит на это, вот это является первоочередным. Вот это больше зло, чем эти стрелялки, пулялки, контакты, все остальное. Вот это больше зло. Вот если опять обратиться к среде, поменялась идеология. Все-таки то время, о котором вы говорите, важно было, чтобы наш класс, наша группа, наше общество, строящее светлое будущее, да, вот оно как-то было взаимодействие. Надо было думать о другом. Сейчас, наверное, на первый план выходит вот личное лидерство. И ты в этом одинок. И, в общем-то, другой не очень нужен. Он нужен только, как ты его можешь использовать. Как раз добавлю по этому. Как некоторая вещь. Отсюда и жестокость, мне кажется, тоже здесь имеет место. То есть о других не думают, особенно так. Сейчас только каждый заседает. Потому что это не обозначено. Американский, скорее, да? Раньше коллективизм, да. Вот я сейчас добавлю, как раз поеду. Да, и смотрите, как получается, да, в прошлом веке тоже это было, еще в Штатах, там 20-х годов эти вещи. А у нас ведь первый случай, это 14-й год. Правда, тогда мальчик был в школе, он был, его признали невменяемым, он лечится. А дальше-то, вот, эпизодов все больше и больше. За 17-й и 18-й год 24 нападения в школах. Да. И вот, смотрите, одно из них в Керчи, да. Когда он там, в общем-то, это случай самый такой, ну, тяжелый в Европе. Огромное количество жертв. 21 человек убит. Он хорошо готовился, что ли? Он, да, тщательно готовился. Кстати, вот отличие, да, обычно дети долго готовятся, но не тщательно. Отсюда и беспорядочность там происходящая. Он готовился тщательно, да. И вот, поэтому такое количество взрывные вещества, а там были и прочее. Вот, жестокость, да, получается как? Вот они мои враги. И ведь когда, знаете, парадокс-то в чем? Парадокс в том, что когда я или вы, или мы общаемся с другим человеком, на самом деле мы как бы с ним-то и не общаемся. Мы общаемся с его образом, который внутри нашей головы. Понимаете, конкретный человек с его там деталями, он как-то в сторонке. И вот у человека есть образ. Образ общества, образ людей внутри головы. Отсюда такое количество невинных как бы жертв. Он стреляет во все, что попадается на глаза. Кто-то прицельно, кто-то беспорядочно. Но люди, которые лично ему не сделали ничего хорошего, они под одной вот этой гребенкой. Враги, ненависть. Понимаете? И нет разбора виноват, он не виноват. Они одинаковы, потому что внутри головы существует вот этот вот образ общества, против которого человек протестует. Здесь как раз добавлю, да, вот по поводу все, что сказано. По поводу игр. Вот если сейчас популярна одна из игр идет вот эта папка, да, идет Counter Strike, этот Call of Duty, это вот одна из самых такая популярных. Вот я сам в них играю, могу сказать, как действовать. Вот можно там в основном, если без микрофона играть, не общаться, да, можно понять, кто с тобой играет, какова возрастная планка. Если тебе не помогают, просят, чтобы ты им помог, а сами не помогают, это молодежь до вот 18 вот этого предела. Все, что старше, это старшее поколение, которое привыкло друг другу помогать. Они тебя поднимут, потом они ждут от тебя отдать, что ты их поднимешь, там, да, то что ты вызовешь. И если ты не помогаешь им, они не понимают, почему это происходит, как бы они не понимают, почему ты не помогаешь, потому что это делают молодежь. Вот это молодежь, общество потребления одиночного. Я есть, мне на остальное, мне делай, а я делать не буду. Они подождут, играя даже в команде, они подождут, чтобы тебя завалили. Он потом добьет того, кого ты и завалил, чтобы собрать все, что ты насобирал, у тебя отобрать и у того забрать, получить все себе. Они живут я, у них больше никого нету, я. Они не играют, они командные игроки. Они командные игроки, только я. Вот я команда, все, и вокруг меня бегай, вокруг меня все делай. Это общество потребления, это вот денежные отношения, все у нас построено общество на это. По поводу того, что молодежь там стреляет, именно убивая, да, всех там, это не влияет, там, убивают они, то, что сказано, да, там, они образ видят, да. Они потому что привыкли общаться сейчас даже через интернет, они не видели вживую, кто с кем. У них в картинках складывается правильно в голове. И также они общаются с ним, ну, на сосуды, да, определенные. Вот сосуд, там, болванчики, да, которые. А болванчик, чтобы узнать, надо пойти вон и код считать, и прочитать мысли вон, взломать, да, так скажем, для них получается. Потому что они привыкли общаться одним пальцем. Если мы общались вживую, они привыкли одним пальцем. Поэтому у них тоже некая размытая грань, правильно сказано, что нету свой-чужой. И, соответственно, когда они уже готовятся нападать, запомнят, они для себя строят барьер, что все чужие. Кстати, в школах очень заметно, однодетная семья либо многодетная. Сейчас же больше тенденция лучше, там, я рожу одного ребенка, дам ему все, чем раньше. И вот у нас есть семьи многодетные, это от трех и больше. Поверьте, на самом деле они отличаются очень сильно. В хорошую сторону, я понимаю. Да, да. Пусть даже они не очень обеспечены, пусть даже нет у них там 10 видов блузок, которые она может одеть. Мальчика костюмов. Но они привыкли, что они думают не только о себе, но и о том, что как к другому рядом, они спокойно могут поделиться. Они не будут говорить, а почему я, а что я? А дайте мне. То есть вот чаще всего там, где один ребенок, он все равно, как бы ты его правильно воспитывал, немного эгоистичен. Он привык, что ему, ему, ему. А когда есть младший, о котором ему надо, хочет, не хочет заботиться, он привыкает, что он не пуп земли. И это очень заметно в школе. Вот такие семьи. Слава Леонидовна, согласна? Ну, я не до конца согласна. Есть и многодетные, у которых тоже там особого отношения друг друга нет. Есть исключения, да. Но у нас сейчас не так много семей, у которых один ребенок. Вот сейчас как-то рождаемость повышается. И идет увеличение. У нас даже вот, у меня восьмой класс, допустим, ребята, а мамы вот только что родили. То есть разрыв такой в 14-15 лет идет. Решились, наконец. Мы наконец встречаемся на рекламу, после которой подведем итоги программы. Итак, программа «Тема дня». Мы подводим итоги сегодняшнего разговора жестокой школы, когда дети не просто там дерутся, а именно стреляют, проносят, соответственно, оружие. У меня хочется спросить действующих педагогов, школьных, скажите, а реально как-то это притечь, вот, да, турники, это реально, чтобы вот тот самый охранник, который сидит, я знаю, сейчас, наверное, во всех школах, чтобы он был бдительным. Или в школе ведь учатся тысячи человек, это физически нереально поставить вот здесь, знаете, как на линии фронта. Хотя даже на линии фронта у солдат глаза замыливаются. Ну вот смотрите, сейчас вот в каждой школе стоят турники, это для безопасности учащихся. И седохранник. Да. И опять же мы встречаемся с какой проблемой, что многие родители жалуются на школы, что ребенок без пропуска, без УЭшки своей, ну, смотря у кого какой, да, пропускная система, не может войти. Почему школу не пропускают? И родители в этом нас не поддерживают, а наоборот жалуются во все инстанции. Но потерял он у меня, раз потерял, два, три потерял. И что? Пусть заходит и сидит. Вот почитать даже форумы родителей, посмотреть, что наоборот, во всем виновата школа. Школа создает безопасность для учащихся, а в итоге получается, что школа вредит их детям. Понятно, еще недовольны. Нет. Ян, на ваш взгляд, а вот охраннику все-таки, как вот вы, как психолог, человеку, ему реально вот все время пребывать в такой бдительности, буквально, ну, фактически, чуть ли не ощупывать каждого ученика, что у него там звенело, нож, пистолет или так? Он не имеет права этого делать. У него тут я работал, охранник его добирает. Во-первых, да, ты не знаешь, что он принес в рюкзаке вместе с учебниками. Единственное, что охранник может, даже родитель не может пройти через турникет. Никто чужой не может пройти. Не, хорошо, а школьники, правда, если ты школьники оружие, ну, ученики, имеет право охранника вот досмотреть? Без его разрешения, во-первых, нет, во-вторых, там сколько детей? У кого 500, а у кого 1000, это по времени, реально. Николай Бустрович. Ну, я в охране отработал, скажу так, что охрана, это больше меджовая такая проекция, это так, чтобы так, вроде некая ширма безопасности. На самом деле, охранник даже, он не имеет оружия. Как он будет с человеком, который принесет автомат, он даже не идти для него. Да, ну, соответственно, не имеет права. То есть, понимаете, человек, школьник, ученик. У него ограничены очень права, если дальше раньше сторож был, у него более обширное было, он мог стрелять с берданки, сейчас у тебя не с берданки, ничего, у тебя рукопашную, и ты это нанести должен побоев меньше, чем тебе. То есть, если ученик что-то зло мыслил, и у него в рюкзаке ствол, и охранник засохотел, то он ему директор скажет, я не дам вам досмотреть его рюкзак, и пойдет. И пойдет, и он будет прав. Чем больше охраны, чем больше нас видимой охраны, тем больше проблем возникает, потому что даже молодежь начинает, мне не доверяют, раз вы мне охрану-то ставите, вы мне не доверяете, значит, он начинает протесты делать. Он специально эти уешки не носит, специально идет на провокации с охранниками, идет провокация с учителями. Мы сами загоняем себя в такие рамки, это просто деньги, это просто деньги зарабатывают, поставили эти системы, надо платить сторожу, надо платить охране, надо платить это. Это денежные, ну, это просто рынок. Понятно, освоение денег, это не рынок, это называется, освоение наших народных денег. Ну что ж, спасибо большое. Дорогие телезрители, мы сегодня говорили о том, какова причина вот этих случаев жестокости в школе, когда они просто дерутся, а расстреливаются в школах, в колледжах, в учебных заведениях, что можно сделать? Ну, вообще, насколько я понял, вот, уважаемых моих гостей программы, тут в первую очередь вопросы к родителям, к семье, да, вот, как я нам не подсказываю, к родителям, потому что как детей воспитать, то из них и будет, и никогда так не бывает, что если ребенка правильно воспитали, насколько я, по крайней мере, вас понял, за исключением каких-то случаев, и вот, да, если обидели, он тоже схватил отцовский нож и всех наказал. Все-таки такой нормальный воспитанный ребенок, насколько понял, не должен сделать, по крайней мере, с точки зрения психологов. Так что воспитывайте лучше не только детей, но самое главное, себя, как мне вот сказали в перерыве, я на замещать английскую пословицу, не воспитывать детей, воспитывать себя, и тогда они все-таки будут похожи на вас. Всего хорошего, безопасности вам, вашим детям. Спасибо.